Вот этот пример, о котором я говорила, посмотрите на этот план. Здесь, получается, я хотела вам рассказать о цветниках. Вот здесь есть водоем, в желтом рамке. Здесь есть цветник в углу дома, вот такой вот он. Видите, вот такой формулы он занимает угол дома. И, наконец, здесь есть цветники во входной зоне, это голубая рамка. Здесь, вот как здесь я размышляла, когда думала о том, где и как расположить цветники. Ну, во-первых, был некий запрос. Был просто запрос от заказчиков. Вот мы хотим цветник, вот мы хотим водоем, вот мы хотим ракарий. И мне нужно было всем этим вещам просто найти подходящее место. Потом, когда как-то сделано было функциональное зонирование, расположили вот эти вот, ну, и водоем, и цветники, как получилось? Вот посмотрите, образовались места между дорожками. Вот оно, место между дорожками, и, естественно, и вот какой-то водоем. Ну, какой формы здесь цветник может быть? Ну, только тот, который повторяет контуры водоема и как-то вписывается вот в эту дорожку. Вот он такой, вот этот вот цветник, вот такой формы здесь и происходит. Вот эта нижняя фотография, она как раз показывает, как выглядит этот водоем и цветник вокруг него. Согласитесь, что очень похоже, да, и план совпадает с фотографией. Дальше, здесь же, кстати, вот с этой точки просто очень хорошо видно, потому что открывается цветник, который располагается в углу дома. Вот тот, который вот в этой пурпурной рамке, и вот этот цветничок, который вот здесь в углу дома расположен. Опять, вот он такой Г-образный, и вот он на фотографии такой Г-образный цветник. Здорово, мне, например, очень нравится, когда вот этот цветник, который как подбивка кустарников, многолетники как подбивка кустарников, и здесь, видите, хотя бы хоть как-то замаскирован дом, хоть как-то его не видно, потому что на самом деле, если вот здесь посмотреть, это цветник, с которого люди сидят вот здесь на садовых качелях, я показываю, если вам может быть видно, и вот с этой площадки открывается вид как раз на этот цветник. Совершенно было бы неинтересно сидеть на площадке с качелями и смотреть в углу дома, вот в этот вот, несмотря на... А сейчас здесь есть возможность посмотреть на красивый цветник. И вот такая форма цветника, она, по сути, вот вписана в то место, какое есть. Она, с одной стороны, ограничена домом, с другой стороны, это просто некая такая извилистая линия, но все равно это близко к какой-то Г-образной форме. И вот следующий слайд, это цветник во входной зоне. Здесь тоже все определено. Да, вот есть некая площадка, есть некое место, и вот они цветники А и Б. Вот он, цветник А, который со скамеечкой, это верхние фотографии. И вот цветник Б, который... Слегка была изменена здесь форма цветника, просто по плану. И вот так вот выглядит вот этот вот цветник Рокарий, в котором есть тоже подсадка из многолетников. Поэтому здорово, когда есть план, здорово, когда определены какие-то ограничения, ну, есть какие-то ограничения, вы просто вписываете цветник в это место. Вот это правильное слово «вписывать». Еще раз напоминаю, что цветник – это украшение сада, цветник – это бижутерия сада. И его задача – следовать идее сада, исследовать, вообще говоря, тем самым местам, которые в саду образуются. И поэтому цветник типа бабочка, наверное, он имеет право на существование. Тогда это должна быть тоже некая какая-то идея. Может быть, у вас такие бабочки порхают по лужайке. А если у вас один цветник – бабочка, то мне лично не очень понятна его форма, когда мы все стараемся создавать цветники, как вот в природе, да, такие живописные, пейзажные. И вдруг мы в нашем саду вот такой цветник типа бабочка располагаем.